Реконструкция дороги идет по плану. Такую оценку ремонтным работам на трассе Фурманов-Каминске-Федорково дал зампред Владимир Шарыпов. Эта автодорога соединяет Фурмановский и Родниковский районы. Ремонт здесь не проводили более 15 лет. В проектно-смертной документации на ремонт данного участка предусмотрено устройство выравнивающего слоя и щебня с последующей раскоренцовкой его асфальтобетонной смесью. И также устройство слоя покрытия из асфальтобетона типа В марки 2 толщиной 5 сантиметров. Общая протяженность этого участка дороги 1300 метров. На данный момент идут работы по укладке выравнивающего слоя и щебня, а к среде следующей недели здесь появится асфальт. Единственное, что может задержать работы – непредвиденные изменения погодных условий. Погодные условия не самые удачные, но тем не менее работы эти производить в такой погодные условия можно, потому что среднесуточная температура для укладки асфальта плюс 5 градусов. И сейчас на данный момент температура на этой неделе следующей вроде прогнозируют, что она будет такой, и мы успеем сделать эти виды работы. После того, как дорогу заасфальтируют, приступят к работам по установке знаков, сигнальных столбиков и дорожной разметки. Также реконструкции подвергнется остановочный павильон. Стоимость ремонта этой автодороги более 11 миллионов рублей. Полностью завершить работы планируют к концу октября этого года. Кроме этого участка, подобные мероприятия по ремонту коснулись еще нескольких отрезков областной магистрали. Сейчас у нас осталось из Дорожного фонда только 6 объектов. Три из них это, в частности, этот участок. Второй участок у нас это Комсомольск в районе Песцова. И третий участок у нас это в районе Заволжска, окружная дорога. Тоже сейчас там работу и подрядчики уже заканчивают. Особое внимание мы, конечно, уделяем сейчас качеству выполнения работ в связи с погодными условиями. Проблемным по-прежнему остается недавно отремонтированный участок трассы федерального значения Иваново-Кострома. По словам автомобилистов, из-под нового дорожного покрытия в стекла машин летит щебень. От правительства региона, которое недовольно таким положением дел, были отправлены письма подрядчику, который занимался ремонтом этой автодороги, и в управление Росавтодора. В четверг приехала комиссия. Она будет на месте устанавливать, в чем причина этой ситуации. Ивановские власти также предприняли необходимые меры безопасности для автомобилистов. Установлены знаки 40, соответственно, каждый день по два раза проходят специализированные автомобили, которые убирают камни, которые выкрашиваются из асфальтобетонной смеси. Соответственно, мы надеемся, что комиссия оперативно сработает, даст подрядчику необходимые указания по устранению, либо найдет дополнительные средства на содержание этой дороги. Предположительно, покрытие рассыпается из-за некачественных материалов, а именно битума. Подрядчик должен устранить недочеты сразу же после официального заключения проверяющей комиссии.